Беседа 34, 374, Матфея 10, 23. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно, говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. После страшных, способных привести в трепет и сокрушить самый Адамант предсказания будущей участи апостолов по распятии, воскресенье и вознесении его, Спаситель опять переходит к речи более успокоительного свойства, чтобы дать этим подвижникам возможность вздохнуть и доставить им великое ободрение. Он не повелевает гониму вступать в борьбу с гонителями, но убегать от них. И так как это было только еще началом для них и предначатием, то Спаситель говорит к ним гораздо снисходительнее. Господь говорит не о тех гонениях, которые имели быть после, но о тех, которые долженствовали быть прежде распятия и страдания его, что и показал он этими словами. И так, что бы ученики ни говорили, а что если мы убежим от гонителей куда-нибудь, они и там найдут нас, и опять будут преследовать? Спаситель, уничтожая таковой страх, говорит, вы не успеете обойти Палестины, как я тотчас приду к вам. Смотри опять, как и в данном случае, он не уничтожает бедствий, а только является помощником во время опасности. Он не сказал, я избавлю вас и прекращу гонения, но что? Ибо истинно говорю, вам не успеете обойти городов Израилевых, как придет сын человеческий. И подлинно, для утешения их довольно было того, чтобы только увидеть его. И так смотри, как он ни все и ни везде предоставляет благодати, но повелевает им нечто, присовокупляя и от себя. Если, говорит он, вы боитесь, то бегайте. На что он и сказал словами, бегайте и не бойтесь. И однако же он не прежде повелевает им бежать, чем начнут их гнать. Равным образом и место назначает им небольшое, а повелевает только обойти города израильские. После этого он опять приготовляет их к другому роду любомудрие. Сперва он освободил их от попечения о пище, потом от страха опасностей, а теперь освобождает от страха поношения. Освободил их от попечения о пище так сказал, что делатель достоин награды за труд. И открыл, что многие будут принимать их. Освободил от страха опасностей, когда сказал, не заботьтесь, что сказать, и еще претерпевший же до конца спасется. Но так как апостолы, кроме того, должны были подвергнуться еще и худому о себе мнению других, что для многих кажется тягчайшим злом, то смотри, как Христос и здесь их утешает. Он дает им утешение, с которым ничто не могло сравняться. Именно указывает на свой собственный пример, на то, что говорили о нем самом. Подобно тому, как раньше он сказал, и будете ненавидеть всеми, он присокупляет ради меня. Так точно и здесь. Причем присоединяет еще и еще другое утешение. Какое же? Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его? И так не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Смотри, как он открывает о себе, что он есть владыка Вселенной, Бог и Творец. Что же? Ученик не выше своего учителя. Да коли кто ученик или раб, да то ли он не имеет равной чести с учителем и с господином. Не указывай мне на редкие примеры противоположного рода, а принимай сказанные применительно к тому, как обыкновенно бывает. Далее. Что показать свою особенную близость к ученикам, он не говорит, что кальми пачи раб, но домашний его. Так и в другом месте он говорил, не называя вас рабами, но друзьями. И не просто сказал, если господина дома поносили и злословили, но указывает и самый образ поношения, говоря, что его назвали Вельзевулом. Вслед за тем он дает еще и другое, не меньшее утешение. Конечно, то утешение было величайшее, но так как апостолы еще не готовы были к любомудрии, и нужно было такое утешение, которое могло бы особенно их укрепить, то он присовокупляет его, что же он говорит, и так не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Хотя образ речи выражает, по-видимому, положение самое общее, однако сказано не обо всех вообще случаях, но о данных только. Речь спасителя имеет такой смысл. Довольны для вашего утешения и того, что я, учитель и Господь ваш подвергаются одинаковой с вами ухаризне. Если же вы, слышая это, не перестаете все же смущаться, то имейте в виду и то, что спустя немного времени вы избавитесь и от позорных нареканий. И о чем вы скорбите? О том ли, что вас называют обманщиками и льстецами? Но подождите немного. И все будут называть вас спасителями и благодетелями вселенной. Время все сокровенное открывает. Оно изобличит и клевету врагов, и откроет вашу добродетель. И если вы самым делом окажетесь спасителями и благодетелями, и яйте всякую добродетель, то люди не станут внимать их словам, а будут смотреть на истину дел. Тогда они сами окажутся клеветниками, лжицами и злодеями. А вы воссияете светлее солнца, потому что время впоследствии откроет и возвестит, что вы и таковы, прозвучит громче трубы и зерой всех свидетелями вашей добродетели. Итак, мои слова, которые я теперь говорю, не должны приводить вас в уныние, но должны одушевлять вас надеждой будущих благ. Невозможно, чтобы дела ваши остались в неизвестности. После того, как Спаситель освободил апостолов от всякого беспокойства, страха и заботы, и поставил их превыше поношений, он благовременно, наконец, говорит ей о дерзновении, которое они должны были иметь в проповеди учения. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что, на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Конечно, тьмы не было, когда Христос говорил это. И говорил он ученикам не на ухо, здесь употреблен лишь усиленный оборот речи. Так как он беседовал с ними наедине и в маленьком уголку Палестины, то и сказал во тьме и на ухо. Желаю противопоставить образ настоящей беседы с тем дерзновением в проповедовании, которое он имел даровать им. Ни одному, ни двум, ни трём городам, но всей вселенной проповедуйте, говорит он, и проходя землю, море, места, обитаемые и необитаемые, с открытой головой и со всякой смелостью, говорите всё царям и народам, философам и риторам. Потому он и сказал на кровлях и во свете, то есть без всякой робости и со всей свободою. Но для чего он не сказал только проповедуйте на кровлях, но и во свете, а присовкупил ещё и что говорю вам во тьме, и что слышите в уши, для того, чтобы ободрить их в духе, подобно тому, как в другом месте он говорил, верующие у меня и дела, которые я говорю, он больше всего сотворит. Так и здесь присовокупил эти слова для того, чтобы показать, что он всё совершит через них, и совершит более, нежели сколько совершил сам. Я, говорит он, положил начало и предначинание, и через вас хочу совершить гораздо более. Говоря это, он не только даёт им повеление, но и предсказывает будущее совершенной уверенностью в истине слов своих, и показывает, что они всё преодолеют, причём опять прикровенно искореняет в них страх злословия. Подобно тому, как проповедь эта неприметная теперь распространится всюду, так и худое мнение иудеев скоро исчезнет. Потом, ободрив и возвысив их, он опять предсказывает опасности, «воскрыляя дух их и вознося превыше всего». Что же он говорит? «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Видишь ли, как он поставляет их превыше всего, не только превыше забот, злословий, опасностей и наветов, но убеждает их презирать то, что всего страшнее, самую смерть, и не просто смерть, но смерть насильственную. Он не сказал, что вы будете умерщвлены, но свойственным ему величием открыл всё, говоря, «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить», что он и всегда делает, употребляя в речи противоположности. Что в самом деле он говорит? «Вы боитесь смерти, и потому не смеете проповедовать, но потому-то самому вы и проповедуете, что боитесь смерти. Это вас избавит от истинной смерти, хотя вас будут умерщвлять, но не погубят того, что в вас. Есть самое лучшее, хотя бы о том и всемирно старались, потому-то не сказал он, души же не могущих, но не могущих убить, хотя бы они и не хотели это сделать, но и хотели сделать, но не смогут. Итак, если ты боишься муки, то бойся муки гораздо ужаснейшей. Видишь ли, что он опять не обещает им избавления от смерти, но, попуская умереть, дарует большее благо, нежели когда бы он не попустил им пострадать таким образом. И подлинно заставить презирать смерть гораздо важнее, нежели освободить от смерти. Итак, он не ввергает их в опасности, но возвышает над опасностями, в кратких словах утверждает в них учения о бессмертии души, и двумя-тремя словами насаждает спасительное учение и утешает их другими рассуждениями. И чтобы тогда, когда будут их умерщвлять и заколать, они не подумали, что терпят все потому, что оставлены Богом, опять начинает речь о Божьем промысле. «Медвели малые птицы продаются за сарей, и ни одна из них не упадает на землю без воли Отца Вашего. У вас же и волосы на голове сочтены, что, говорит, малозначительнее их. Однако же их нельзя уловить без ведения Божия. Он не то говорит, что падает по содействию Божия, это не достойно Бога, а только то, что ничего не происходит такого, что бы ему было неизвестно. И если же он знает все, что не происходит, а вас любит сильнее, нежели Отец, любит то, что и волосы Ваши у него исчислены, то вам не должно бояться. Впрочем, сказал это не потому, будто Бог исчисляет волосы, но чтобы показать совершенство ведения Божие и великое попечение о них. Итак, если Бог и знает все происходящее, и может сохранить вас и хочет, то каким бы вы не подвергались страданиям, не думайте, что страдаете, потому что Бог оставил вас. Он не хочет избавить вас от бед, но хочет заставить вас презирать беды, потому что в этом-то и состоит настоящее избавление от бед. Итак, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Видишь ли, что тогда страх уже овладевал ими, он знал тайные помышления, потому и присовокупил, не бойтесь их. Если они и одолеют, то одолеют только худшее, то есть тело, которое хотя бы они и не убивали, все равно природа разрушит. 378. Таким образом, они не власть и над телом, но оно зависит от природы. А если ты боишься этого, то тебе должно трепетать, должно бояться гораздо большего, того, который может и душу, и тело погубить в гиене. Он, хотя и не говорит прямо, что есть тот самый, который может погубить душу и тело, но из вышесказанного уже показалось, что Он есть судья. А ныне у нас бывает напротив. Того, кто может погубить душу, то есть наказать нас, мы не боимся, а убивающих тело крепещем. Бог может погубить и душу, и тело. А люди не только не могут погубить души, но и тело, хотя они и бесчисленным казнем подвергают тело, но через то делает его только более славным. Видишь ли, как он представляет подвиги легкими. Смерть сильно потрясла их душу, объемляя их страхом, потому в особенности, что не была еще удоба, преодолима. И те, которые должны были презирать ее, еще не сподобились благодати Святого Духа. Итак, рассеющий боязнь и страх, колебавший их души последующими словами, опять вселяет в них бодрость. Именно страхом изгоняет из них страх. И не только страхом, но и надеждой великих наград, притом еще угрожаясь великой властью. Он отовсюду побуждает их к небоязненному исповеданию истины. И так, продолжая речь свою, говорит, «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедаю и я пред отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред отцом моим небесным». Так не только наградами, но и казнями побуждает и оканчивает речь угрозою. И смотри, какая точность. Он не сказал «меня», но «а мне» показывает, что «исповедающий» исповедует не собственной силой, но будучи с помощью своим выше благодатию. Об отвергающем же не сказал «а мне», но «меня», так как он отвергается, потому что бывает чужд благодати. За что же, скажешь, винит его, если он отвергается потому только что лишен благодати? За то, что причина этого лишения заключается в том, кто лишается. Для чего же он недовольствуется только сердечной верой, но еще требует и устного исповедания. Для того, чтобы побудить нас к дерзновению и к большей любви и усердию, и возвысить. Почему и говорит ко всем вообще. А не разумеет здесь одних только учеников. Не их только, но и учеников их старается он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с дерзновением, но и претерпевать все легко и охотно. Это многих, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам. И отвергшиеся в муках подвергнутся большему утомлению. И исповедавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отстройстве наказаний думает находить для себя выгоду, то он равносильно или еще несравненно больше предлагает воздаяние. Ты приобрел более для себя, говорит он, за то, что ты первый меня здесь исповедал. И я, говорит он, обогащу тебя более, когда дам тебе более и несказанно более, так как я тебя исповедаю там. Видишь ли, что там приуготовлены и награды, и наказания. Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждою? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе, и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. Если же сделаешь что-нибудь худое, и останешься без наказания, не ленись. Там достигнет тебя наказание. Если только не переменишься и не сделаешься лучше. А когда не веришь этому, то из настоящего заключай о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время воздаяния венцов. Если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличат ли и не прославят ли тебя чадо любивейший из всех отцов? Тогда будут возданы и награды за добрые дела, и наказания за злые. Потому отвергающиеся и здесь, и там будут мучиться. Здесь тем, что будут жить со злой и словностью, так как если они еще и не умерли, то умрут непременно. А там подвергнутся уже конечному наказанию. Другие, напротив, и здесь, и там приобретут пользу. Здесь, побеждая смерть, соделываясь славнее живущих, а там наслаждаясь неизреченными благами. Бог готов не наказывать только, но и благодетельствовать. И готов несравненно более благодетельствовать, нежели наказывать. Но почему она ограде упоминает однажды, а о наказаниях дважды? Конечно, потому что слушающие лучше выразумляются страхом наказания. Вот почему сказавши, бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. С этой целью еще и превосокупляет отвергность того и я. Павел часто напоминает о гиенне. 380. Итак, предложив слушателю всевозможное поощрение, он отверг перед ними небеса, поставил и страшное досудилище, показал и зрелище ангелов, и посредством их проповедания о венцах, так как это много способствует успеху благочестия. Наконец, чтобы боязливость их не была препятствием проповеди, благочестия, он повелевает им быть готовыми и на заклане, чтобы они знали, что остающиеся в заблуждении понесут наказание и за самые против них наветы. Итак, не будем бояться смерти, хотя и не пришло время смерти. Мы воскреснем для жизни гораздо лучшее. Но, скажешь, истлеет тело, потому-то особенно и должно радоваться, что смерть тлит и погибает смертная, а не сущность тела. Когда ты видишь, что выливает истука, то не говоришь, что вещество его пропадает, но что оно получает лучший образ. Так же рассуждай и о теле, и не плачь. Тогда належало бы плакать, когда бы оно навсегда осталось в муках. Но ты скажешь, это могло бы быть и без истления тел, так, чтобы они оставались в целости. А какое бы это принесло пользу живым или умершим? Доколе будете привязаны к телу? Доколе, пригваждая себя к земле, будете прилипляться к тени? Какая бы из того была польза? Или лучше, какого бы не произошло вреда? Если бы не исклевали тела, то, во-первых, овладела бы многими гордость. Зло из всех зол самое большее. Если и ныне, когда тело подвержено тлению и преисполнено червей, многие хотели бы почитаемы, за богов быть, то чего бы не было, когда бы тело пребывало нетленным? Во-вторых, не стали бы верить, что тело взято из земли? Если и теперь, несмотря на то, что самый конец ясно свидетельствует, некоторые сомневаются в этом, то чего бы не подумали, если бы не видели этого конца? В-третьих, тогда чрезмерно любили бы тела, и большая часть людей сделалась бы еще более плоскими и грубыми. Если и ныне, когда тела совершенно уже истлеют, некоторые обнимают гробы и раки, то чего не стали бы делать тогда, когда бы могли сберегать и самый образ их в целости? В-четвертых, не очень бы привержены были к будущему. В-пятых, те, которые утверждают, что мир вечен, еще более утвердились бы в этой мысли и не стали бы признавать Бога творцом мира. В-шестых, не были бы уверены в достоинстве души и в том, как тесно связана душа с телом. В-седьмых, многие, лишившиеся своих родственников, оставившие города, стали бы жить в гробницах и подобно безумным непрестанно стали бы разговаривать со своими умершими. Если и ныне люди, поскольку самого тела удержать не в состоянии, да и невозможно, потому что она впротив их воли тлеет и исчезает, снимая портреты, прилипляются к доскам, то каких нелепостей не вымыслили бы тогда? Мне кажется, что тогда многие в честь любимых тел воздвигли бы храмы, а занимающиеся волхвованиями постарались бы уверить, что посредством их демоны дают ответы. Тем более, что и теперь имеющие дерзость заниматься вызыванием мертвых, некромантии ее, делают много нелепостей, несмотря даже на то, что тело обращается в прах и тепел. Каких же бы бесчисленных видов из-за поклонства не произошло отсюда? Итак, Бог, отъемля, все могуще служить поводом к таким нелепостям и, научая нас отрешаться всего земного, поражая тела тлением перед нашими глазами. Таким образом, любитель телесной красоты да везумие пристрастившийся к благовидной девице, если умом не захочет узнать безобразие телесного существа, то увидит это собственными глазами. Много было девиц столь же цветущих красотой или еще несравненно прекрасней, нежели любимая им, которая после смерти своей через один или два дня представляла из себя зловоние, гно и гнилость червей. Подумай же, какую ты любишь красоту и каким прельщаешься пригожеством, но если бы тела подвержены были тлению, нельзя бы было хорошо знать этого. Как бес состекаются ко гробам? Так многие забьяты их любовной страсти, непрестанно сидя при гробах, сделали бы душу свою обиталищем бесов и от жестокой страсти скоро бы и сами умерли. А теперь, кроме всего другого, облегчает душевную скорбь и то, что невозможность видеть образ любимого предмета способствует забвению и самой страсти. 382 Если бы тела не истлевали, то не было бы даже и гробов, и то увидел бы города вместо статуи полными мертвых, потому что каждый пожелал бы тогда видеть подле себя своего умершего. Отсюда произошел бы великий беспорядок, никто бы из простолюдин не стал пищить о душе своей, не стали бы принимать учения о бессмертии, много бы других еще худших произошло нелепостей, о которых и говорить даже неприлично. Для того это точно истлевает тело, чтобы ты мог видеть в ноготе красоту души. В самом деле, если она такую красоту и такую живость дает телу, то как она прекрасно должна быть сама в себе. Если она поддерживает столь безобразное и отвратительное тело, то тем более может поддержать саму себя. Не в теле красота, но красота тела зависит от того образования и цвета, которое впечатлевает душа в существе его. Итак, люби душу, которая сообщает телу такое благообразие. На что я говорю о смерти? Я тебе докажу и самой жизнью, что все прекрасное зависит от души. Если душа радуется, то роза рассыпает полонитом. Если печалится, то отъемляя всю красоту тела, все облекает в черную одежду. Если постоянно находится в радостном состоянии, то и тело бывает в безболезненном состоянии. Если же находится в печали, то и тело становится слабее и бессильнее паутины. Если рассердится, то и тело дает отвратительный и безобразный вид. Если покажет ясный взор, то и тело дает приятный вид. Если бывает объято завистью, то и на тело разливает бледность и томность. Если исполнено бывает любовью, то и тело сообщает особенное пригожество. Таким-то образом многие жены не будучи пригожи лицом особенную приятность получают от души. Напротив, другие, блистая внешней красотой, все портят тем, что не имеют привлекательности душевной. Представь, как румянится белое лицо и какую производит приятность разнообразием цвета, когда краска стыдливости разливается по нем. Вот потому, в ком бесстыдна душа, у того и самый вид отвратительнее всякого вида зверя. Напротив, стыдливая душа и самый вид делает кротким и любезным. Подлинно нет ничего прекраснее и любезнее доброй души. Подлинно нет ничего прекраснее и любезнее такой души. Любовь к телесной красоте смешана с огорчением. Напротив, любовь к красоте душевной соединена с чистым, невозмущаемым удовольствием. Итак, для чего ты, минуя царя, девиста, и глашатаю? Для чего оставишься самого мудреца с изумлением смотришь на истолкователя его? Видишь привлекательный внешний взор? Постарайся узнать внутренний. Если последний некрасив, презри и внешний. Если ты увидишь безобразную женщину в прекрасной маске, конечно, не клянишься ею. Наоборот, не захочешь, чтобы благовидная и красивая прикрывала себя маской, но пожелай, чтобы маска была снята, чтобы ты мог ее видеть в естественной красоте ее. Так поступай по отношению к душе. Ее наперед старайся узнать. Тело, как маска прикрывает ее, и каково есть, таким всегда и остается. А душа, хотя бы была и безобразна, скоро может сделать прекрасную. Хотя бы имела око безобразное, свирепое, суровое, оно может сделать красивым, миловидным, ясным, ласковым, привлекательным. Этого-то благообразия, этой красоты лица будем искать, чтобы и Бог, возжелавший нашей красоты, даровал нам вечное благо, благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.